Сегодня, вновь и вновь, и вновь, и вновь, и вновь, и вновь! Молот Чистого Неба – сильнейший боевой дух на континенте. Он ближе всех к уровню божественного оружия. А когда Тан Сан получит седьмое кольцо на молоте, высвободится полная мощь его второго духа. Он сможет вызвать огромный аватар молота Чистого Неба. Как мы уже говорили, шестое, седьмое и восьмое кольца Тан Сана будут от трёх братьев – пятнадцатитонных императоров-муравьёв. Тан Сан охотился на зверей в Великом Звёздном Лесу. Он только недавно поглотил Пятое Кольцо от Людолицего Паука возрастом 50 тысяч лет, после чего он отправился к тому месту, где ранее жили Дамин и Эрмин. Это было озеро в самом сердце Звёздного Леса. Однако Тан Сан неожиданно почувствовал сразу три сильные ауры. Обычно там не было никаких духовных зверей. Им не хватит смелости вторгнуться в жилищи Великих Королей Леса. Поэтому Тан Сан как метеору стремился к центру леса, в самую глубокую его часть. Он обнаружил трёх совершенно безмятежно ползающих существа. Эти три духовных зверя уже обнаружили его, но так же как могучий тёмный бог Тигр, с которым Тан Сан уже встречался раньше. Они не собирались убегать. Более того, вместо этого они собрались вместе, и как будто ждали прибытия Тан Сана. После того, как Дамин и Эрмин пожертвовали собой, трое братьев муравьёв захотели вторгнуться и занять их святое место – озеро жизни, чтобы быстрее продвигаться в своём развитии. Тан Сан видел много 15-тонных муравьёв, да и в каждом лесу их водится немало, но трёхметровые императоры муравьёв встретились ему впервые. Судя по размерам, они были возрастом 90 тысяч лет. Интересно, что 15-тонный муравей 30 тысяч лет стал восьмым кольцом главы клана Силы – Тайтан. Это кольцо духа значительно увеличило его силу. Сила была их безусловным атрибутом. Она могла достигать 100-кратного веса. Тогда максимальным пределом были 100 тысяч дзинь. Это около 60 тонн, почти как трезубец Тан Сана. Битва с императорскими муравьями была довольно лёгкой, но интересной. На неё выделены целых три главы новеллы. Тан Сан был поражён их силой и настойчивостью. В отличие от других зверей, в этот раз он не стал быстро атаковать муравьёв. Ему было интересно понаблюдать за их навыками и умениями. А также он хотел испытать свою собственную силу. Недавно его паучья кость ещё раз эволюционировала до божественного уровня. Конечно же Сан хотел проверить её в деле. Тан Сан использовал золотые нити поглощения и забрал у них последнюю крупицу силы. А разъедающий яд в то же время забрал их жизни. Тан Сан собирался поглотить их кольца по очереди. Но тут случилось неожиданное. Когда Тан Сан активировал свой дух молочистого неба и призвал одно из колец 15-тонного императора муравьёв, три чёрные линии энергии вырвались одновременно из трёх братьев, превратившись в чёрные кольца с розовым оттенком. Получается, Тан Сан не специально поглотил три чёрных кольца одновременно. Вместо одного кольца он случайно призвал три. У Сана было два варианта. Отказаться от них, так как это очень опасно, и так никто не делал. Но тогда он потерял бы три кольца, по 90 тысяч лет каждое. Второй вариант – попробовать поглотить их, что он и сделал. Из-за того, что он поглотил три кольца одновременно, качество и возраст колец улучшились, они стали красными. Раньше Тан Сан, возможно, не сделал бы такого выбора. Но с тех пор, как Тан Хао научил его великого молота Сумеру, когда он культивировал его, сила Тан Сана росла с каждым днём. Теперь, когда он дал молоту чистого неба больше духовных колец, собственная ужасающая аура молота заставила его сделать такой выбор. Три кольца одновременно накрыли молот Тан Сана, и он почувствовал только взрыв, невероятную волну энергии, вырвавшуюся из молота чистого неба. Чёрный молот внезапно стал полностью красным, как раскалённое клеймо. Интенсивные колебания энергии заставляли землю вокруг Тан Сана раскалываться дюйм за дюймом. Кольца духа были перековкой духа. Удар за ударом Тан Сан разбивал всю силу колец и постепенно поглощал их. Какими же навыками обладают три новых кольца Сана от трёх братьев муравьёв? Шестое кольцо имеет способность удар императора земляных муравьёв. Прямой удар по прямой линии, который немного похож на топор злобной косатки. Одним лёгким взмахом молота чистого неба он способен легко расколоть землю, почву и камни. Седьмое кольцо Тан Сана – это истинная форма духа. В небе появляется огромный аватар молота. Все атрибуты Тан Сана улучшены в несколько раз, в том числе сфера бога смерти. Восьмое кольцо и его навык – 15-тонный барьер. Чистый защитный навык, при активации которого излучается интенсивный красный свет и окутывает Тан Сана. Этот красный свет почти осязаем и плотно прилегает к его коже, покрывая всё тело почти как панцирь. Меньше похоже на защиту энергетического типа и больше на физическую броню. Получив сразу три красных кольца, сила Тан Сана резко возросла. Его уровень почти достиг 97-го. Теперь осталось последнее, девятое кольцо на молоте. Благодарю вас за просмотр. Напишите в комментариях, как по-вашему, какое из колец Сана на молоте самое сильное. Подписывайтесь на канал и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok